Поехали! Вот! Викторина на знание футбола и веселые конкурсы. Победители ждали призы и билеты на фильм «Моя жизнь». Спортивная мелодрама расскажет об амбициозном футболисте, желающем добиться невероятного успеха. Важнейший матч здесь и сейчас. Наши трибуны настроены по-боевому. Мы верим в наших футболистов. Помни, Сережа, лучшим был. Сломаться может каждый. Не может он без футбола. На пути к мечте ему придется отказаться и пожертвовать многим, превозмогать тогда, когда сил, казалось бы, уже нет. Но постараться пришлось и тем, кто хотел первым увидеть сюжетные перипетии этой картины. Им пришлось отвечать на вопросы спортивной викторины. Участник, давший правильных ответов больше других, получит заветный билет. Других вариантов нет и быть не может. Совершенно верно, 11 игроков. Итак, давайте подведем итог. Сколько лайков удалось заработать вам? Шесть. Шесть. И больше, чем шесть. Вопросы были про футбол. Про футбол я много, в принципе, знаю, поэтому выиграть было легко. Пойду с супругой на фильм. На этом приключения киноманов не закончились. Их ждали показательные выступления и веселые семейные соревнования. На исходную. Раз, два, три, поехали. Конкурсы были очень интересные. Например, я участвовала в конкурсе с мячом. Казалось, что это так легко его удержать. Но для меня это было нереально. Но, по крайней мере, 10 секунд я продержала. Девочки участвовали в конкурсе с вопросами. Тоже вопросы были не из легких, но зато посвятили нас в мир футбола. Хоть мы и женщины, но нам тоже это очень интересно. Семья Яценко увидели картину «Моя жизнь» одними из первых в России. Очень скоро, 31 мая, такая возможность появится и у всех остальных. В преддверии чемпионата мира по футболу фильм вновь напомнит, каково это быть спортсменом. Ведь для главного героя футбол не просто игра. Ты пойми, я не играю в футбол. Я им живу. Но и без тебя жить я тоже не могу. Александр Иванов, Дмитрий Волнов. Воскресенские вести. Продолжение следует.